Во-первых, слава богу, что я кибергот или нет. Во-вторых, сегодня будет очень трэшовое, абсурдное, судя по локации, антуражу, интервью с группой Black Ash. И в начале интервью я бы хотел передать жаркий привет Сергею Каратаеву. Вот, я думаю, Глеб ко мне присоединится, но это не точно. Привет, Сергей. Да, хотел бы передать привет. И первый вопрос Глебу. Любимый трек Ольги Бузовой и любимый трек группы Skinny Papi. Ну, вот так на скидку можешь почувствовать? Нет, у меня нет любимых треков Ольги Бузовой и Skinny Papi. Ну, то есть про группу Skinny Papi ты не в курсе, да, я так понимаю? Мы такое не слушаем, мы слушаем русский рэп и шансон. И дела в Курчино у нас нормально. Я в курсе, но у меня нет любимого трека группы Skinny Papi. Окей, про Skinny Papi я вспомнил не просто так. Я бы хотел узнать, что вообще из индустриальной классики тебе нравится. Ну, не обязательно это будет канадская сцена. Может быть, это что-то более обскурное, шумовое. Мне это интересно, потому что музыка у тебя достаточно ритмичная, мелодичная. И следующий вопрос после этого, сразу следующий вопрос. Как бы жанрово ты свою музыку определил? Касаемо классического индустриала, наверное, ничего. Почему? Я никогда не слушал классический индустриал. Но мы только что Койл слушали с тобой, это что? Ну, вся эта постиндустриальная, так скажем, сцена. Я с ней изначально познакомился, скорее, благодаря альтернативному року. Да, и более того, скорее, мой первый шаг в эту музыку, он изначально был благодаря всевозможным клонам Nine Inch Nails, то есть, с которыми нас, кстати, часто сравнивают, но там это God Leaves Underwater или там Filter, то есть какие-то такие вещи. Уже после этого Nine Inch Nails и только со временем я как-то пришел к такой более классической музыке. Но я не могу сказать, что у меня есть какие-то... Классической в каком смысле? Мы же говорим не про классику в академическом ее понимании, так? Скорее, классическая музыка с точки зрения индустриальной сцены, даже постиндустриальной сцены, я бы так сказал, да? Вот. Возвращаясь к твоему вопросу о том, как бы я характеризовал нас? Да, жанрово. Сложно сказать, мы компромиссно называем это Dark Wave или как Dark Russian Wave, поскольку все-таки это что-то такое. Из глубин русской души нашей. Наверное, так. Вот ты говоришь про Dark Wave, но я помню, что когда мы с тобой говорили о жанрах и о стилях и о направлениях, ты мне чем-то напомнил Эндрю Элдрича, который всем известный готик-рокер британский. И у него часто, когда спрашивали насчет того, считает ли он себя Готом, он всегда это отрицал. К слову, то же самое касается и Трента Резнера, и ряда других известных исполнителей. А почему? То есть вот, когда группа работает в очевидно таком узкопрофильном жанровом диапазоне, то есть вас слушает определенная аудитория, определенная аудитория ходит на ваши концерты, и вы для этой аудитории работаете. Ну, хотя ты сейчас с этим не согласишься, ты скажешь, что мы все это делаем для себя, и отклик нам этот не важен и т.д. и т.п., но зачем отрицать? То есть если вы, очевидно, в этом контексте готической музыки и субкультуры существуете, и уже не первый год, и вы наработали какую-никакую базу фанатскую, почему, зачем отрицать? То есть почему, если у тебя спрашивают, считаете ли вы себя Готом, ты это отрицаешь? Почему? Я не идентифицирую себя как Готом. Или тебе вообще любая субкультурная привязка не нравится, и суть в этом? Я думаю, что я и никогда не был привязан к какой-то субкультуре, чисто исторически. Я всегда слушал довольно разную музыку. Мне сложно идентифицировать себя как Гота, поскольку я не ощущаю себя таковым, и я не уверен, что готическая культура мне как-то вот близка по духу, наверное, эстетически может быть. А почему тогда такая мрачная музыка? Ну как мрачная, условная? Понимаю, что речь не про black metal идет, но все равно достаточно мрачная, мрачная и такая меланхоличная, даже сомнамбулическая в чем-то музыка. Почему? Ну, я согласен со всеми этими определениями, но я бы не назвал ее готической. А что тогда вообще можно ей, ну, как тогда это определять? Только со слов самого автора? Я думаю, что корректно, максимально корректная формулировка – это постиндустриальная музыка. Новая постиндустриальная музыка, и это такой одновременно и ответ, и не ответ на твой вопрос, поскольку это ничего не значит. К постиндустриальной музыке можно относить все, что угодно. Я думаю, это вопрос скорее собственного ощущения. Люди, которые идентифицируют себя как готы в плане музыки, они, наверное, как-то и живут определенный образ жизни, определенный образ мышления, определенный взгляд на звучание в том числе. У нас просто всего этого нет, это не первично. Ты мне говорил, что та публика, которая посещает ивенты с твоим участием, это немножко не та публика, а какая публика та? А какую публику ты, вот как автор, хотел бы видеть на своих выступлениях? Что ты имеешь в виду поднятой публикой? Ну, ты мне говорил, что вот ты бы хотел всякую темную хипстатню видеть, а откуда этой темной хипстатне взяться? Давай так. Ну, это и скажем так, скажем так, меня удивляет скорее та аудитория, которая, как выясняется, нас слушает и приходит в наши концерты, поскольку для меня это не очевидно. Это всегда сюрприз. И сюрпризом зачастую является та, там, как-то... Я недавно познакомился с человеком, который говорит, типа, вот у вас были такие крутые ранние альбомы. Что случилось? Я такой думаю, что ранние альбомы? Ты настолько как-то погружен. Говоря о своем слушателе, я думаю, что то, что принято называть дарк-хипстерами, это скорее люди без вот этой самой субкультурной идентификации. Скорее просто, которые открыты к этому с эстетической точки зрения. Я не знаю, как идентифицировать людей, которые любят фильмы Бергмана или, может быть, Линча. Я думаю, их можно. Как? Вполне. Мне кажется, что это впечатление, которое человек получает в детстве, и потом они как-то постепенно трансформируются и мутируют в течение жизни. И вот происходит этот алхимический процесс в голове человека, который в дальнейшем как-то... Если это творческий человек, то он, скорее всего, на ранних этапах в подростковом возрасте будет пытаться создать нечто похожее в музыке или в любом другом виде искусства. То есть я думаю, что это легко можно объяснить. Да, но можно ли как-то назвать, назвать их там конкретно готами, еще кем-то? Нет, мы сейчас про субкультуры или мы уже немножко дальше? Мне показалось, что это вопрос о субкультурах, и я вообще не знаю, что говорить, потому что, типа, я никакого отношения к этому не имею сам. Мне сложно себя идентифицировать с точки зрения субкультуры. А субкультуры мертвы в 21 веке? Ну вот не то, что в 21 веке, а сейчас, на твой взгляд. Боюсь, я недостаточно экспертен, чтобы ответить на этот вопрос. Я не сильно заинтересован в этом, на самом деле. Я не знаю, они мертвы. Вроде как-то нет. Не, ну вот я у тебя спрашиваю, как ты думаешь? Ты считаешь, что ты не знаешь, короче? Я не знаю. Окей, продолжая разговор о субкультурах, но подбирайся уже чуть ближе к вам, к вашему проекту. Когда ваш проект появился? Во-первых, какой это был год? Имя Black Cash появилось в 2012 году. И изначально это было чем-то вроде творческого псевдонима. Я писал всевозможную инструментальную музыку на всевозможные такие предтечи стоковых ресурсов музыки для рекламы, игр и так далее. У меня даже был опыт работы над саундтреком для одной инди-игры под этим именем. И это имело очень опосредованное отношение к тому, что мы делаем сейчас, скорее какими-то источниками вдохновения. На тот момент для меня были Акира Ямаока, скорее так, да? Саундтрек Севент Хилл и вот это все. Позднее это стало трансформироваться во что-то большее. И уже году к 12-му, к концу 12-го, 13-го это стало чем-то вроде группы. То есть ты понял то, что тебе нужен вот твой собственный проект музыкальный? Я на самом деле играл, ну вот с такого позднего тинейджа, играл во множестве разных групп. И меня ужасно раздражала невозможность прихождения к какому-то компромиссу. То есть это все было очень эклектично, от хард-рока до какого-то инди-рока. И я просто не чувствовал... И тебе это все не нравилось? Мне не нравилось идти на компромиссы. Я вообще не очень компромиссный человек в этом смысле. И я испытывал острую потребность что-то делать самому. Но на тот момент я только играл на гитаре. То есть я идентифицировался как гитарист. С этим все было прекрасно. Но я стал чувствовать какие-то ограничения. И дальше я просто стал делать какие-то шаги в сторону других инструментов. Что-то пробовать в плане аранжировки. И стало получаться. Вот. Наверное каким-то завершающим этапом стал, когда я решил уже и самому записать вокал. И вот так в тринадцатом году появился наш первый именно альбом номерной, так скажем. В каком году он появился? В тринадцатом? В тринадцатом, по-моему. Ну, он писался, наверное, какое-то время. Но у нас был первый релиз, по-моему, в двенадцатом году. Это шумовая такая работа. Промо-ИП. Я записал его отчасти у себя дома, а отчасти в гараже, который мы оборудовали под студию. У нас была своя репетиционная точка. И я записывал там перкуссии, стучал по разным бетонным элементам. Вот. Вопрос-то заключался в том, что вот когда это было, двенадцатый-тринадцатый годы. Ну, да, действительно. Что в субкультурном движи твоего города происходило? И то, что ты делал, ты сейчас сказал про шумовую запись, вот это хоть как-то коррелировало с тем, что происходило вот у тебя на малой родине, скажем так. Или ты сразу оказался белой вороной с этими своими нойзами, херойзами и так далее. На самом деле... То есть покрутили у виска и сказали, идея пиягу без нас. Вот как это было? Нет, была какая-то темная сцена, безусловно, в Волгограде. Просто я о ней особо не знал, но... Была такая группа Gnet. Мне сложно её характеризовать, но она была околоиндустриальной. Собственно, они выступали с разными там с амнистией, по-моему, ещё. Ну, все, кто приезжал в Волгоград. А в Волгограде есть, кстати, магазин, лейбл и промо-группа Разгром Мьюзик. Это я знаю. Да. Крутой, да. И это, наверное, один из таких важных факторов, который во многом предопределил наш творческий путь. Группа Gnet. И для меня очень это впечатлило, потому что... Ну, как-то у меня было такое классическое представление о том, что группа, музыка — это гитара, группа, там, все дела. То есть несколько человек, каждый отвечает тому за свой инструмент. Классический рок-бенд. То есть я как бы вырос на такой хард-рок музыке. То есть там Guns N' Roses, вот это всё. Я был про это. Какой ужас. Ну, продолжай. Вот именно, да. А, ну, кстати. Вот. И для меня это стало некоторым открытием, потому что это было очень созвучно и тому, что я ощущал, и какие-то, ну вот, сама эта постиндустриальная эстетика Волгограда — это промышленный город в прошлом. Чуть позже про этот город поговорим. Да, и вот это общее впечатление, я был очень этим впечатлён. Я пытался делать что-то похожее, у меня не очень получалось, но я думаю, что это какое-то такое... Это самое яркое впечатление в тот момент. Но я был ещё школьником, наверное. Только-только стал узнавать что-то про эту музыку. И я не был интегрирован во всю эту тусовку. Вот. Разгром Мьюзик сыграл довольно большую, в лице Алексея Игнатова, большую роль в моём становлении творческом в том числе. И, задолго, до того, как мы стали выступать на мероприятиях, я помню, что я в тот момент озадачился как раз... Мне нравилось слушать музыку на физических носителях. И я прихожу в магазин и говорю, что я вот ищу что-то похожее на группу фильтров. Вот «Gut leaves and the water», вот это всё. 16 вольт. 16 вольт — это в коммуналке, да, когда что-то со светом проблемное? Практически. Вот так вот. Вот так, да? Да. Вот. И... А можно Балтики, пожалуйста? Или у вас закончилось? Богоуважаемый. Вот. Спасибо большое. Спасибо большое. Итак, потихоньку я стал узнавать о фронтлайн-эссемблее. Потихоньку стал узнавать о какой-то европейской... Это откуда, пацаны? То, что ты с Купчаги, да? Ага, да. В Купчаги? Да, в Купчаги. Нет, у нас на Тулака, в Волгограде. Тулака, Красноармейский район, Советский район, Кировский район. Тут наши, пацаны. Ну, рассказывай. Да, вот. И таким опытным путем, вот как сейчас работают все эти рекомендательные алгоритмы на стриминговых сервисах, вот я точно так же делал физически 10 лет назад в музыкальном магазине. К слову, вот очень хорошо, что ты упомянул фронтлайн-эссемблее, потому что это был мой следующий вопрос, он касается этой группы. Я их очень давно слушаю, и так сложилось в моей жизни, что буквально несколько проектов, которые я слушаю вот уже не то что годами, а наверное десятилетиями, они остаются в моем персональном топе. И фронтлайн-эссемблея – это одна из таких групп. То есть это группа, которая не особо концептуально, эстетически меняется, но этим она и прекрасна. То есть это отцы электроиндустриальной музыки, электроиндустриального стиля. И идут годы, идут десятилетия, они не особо меняются, не особо развиваются в этом ключе. Но они по-прежнему, на мой субъективный вкус, они по-прежнему прекрасны. Билл Лип – прекрасный музыкант, он прекрасно чувствует звук, он знает, что от него хочет аудитория, он знает, что он хочет сам в музыке. И вот эта его уверенность подкупает. И вот говоря о такой стабильности, не путинской, а канадской в данном случае стабильности, возникает вопрос. Вот ты выработал вот тот стиль, которого бы ты хотел придерживаться очень долгое время, потенциально навсегда? Или ты понимаешь, как творец, что ты бы хотел все время меняться? Я бы хотел все время меняться. Я думаю, что в этом смысле меня очень впечатляет Дэвид Боуэй. Сама ядро его карьеры, это было постоянное изменение. Не с точки зрения именно карьеры поп-артиста, а движения к разному звуку. И в этом смысле, говоря о движениях, отличных движениях, мне нравится исследовать, потому что я меняюсь, меняется моя жизнь, очевидно, меняются мои музыкальные предпочтения в том числе. И я плохо себе представляю, чтобы мы как-то как проект осели в одном звуке и делали от альбома к альбому, хотя, как выяснилось, есть люди, которые от нас текстов ожидают. Когда будет как раньше, чтобы побольше гитар, вот это вот всего. И как-то, пожалуй, что нет. Но ведь у вас есть даже джазовый трек, да? И не один. Расскажи об этом. Ну, я думаю, что у Майлза Дэвиса есть альбом Kind of Blue. И я думаю, что это такой серьезный источник вдохновения для меня. И я как-то во многом испытываю интерес к джазовой музыке в плане ее, наверное, философии в каком-то смысле. Мне она нравится эстетически, мне нравится ее слушать. Она для меня такая медитативная. И то, в каком виде она присутствует, впервые мы как-то это попробовали по-настоящему. Наверное, на втором альбоме Darkest Day в треке The Real Love. Мы с Антоном как раз тогда использовали впервые джазовый бит. И советский синтезатор Rhythm 2. Очень крутой. Спиженный из какого-то института культуры, по-моему, да. Спиженный в прямом смысле? Да, буквально. Его кто-то украл, и он потом достался нам в качестве ремонта. Но не вы украли, я надеюсь. Нет, не мы украли. Вот. И это было очень круто. Я все думал, как бы я мог сделать что-то с этим. И, наверное, какой-то следующий шаг — это был наш EP Pider. И в нем очень много джазовых битов, которые даже не всегда слышно. Они где-то спрятаны, но они есть, и это интересно. Ну, мы, очевидно, не джазовые музыканты. Я понимаю, поэтому и спрашиваю. Это скорее такой интерес к этому звуку, который хочется частично хотя бы интегрировать в нас, в наше творчество, в наше звучание в том числе. И на нашем последнем альбоме NJ Apocalypse тоже есть джазовая композиция, в общем-то, по сути своей. Окей, перейдем тогда к вашим релизам. Почему такое провокационное название вот у EP? Нет, я неправильно спросил. Секунду. Оно не то, что провокационное. Скорее наоборот. Оно, наверное, в чем-то банальное. То есть такая банальщина. Вот честно, вот мое мнение. Это такая вот пошлая банальщина. То есть кем таким названием, точнее, кого таким названием можно вот сейчас там спровоцировать или какую-то, не знаю, даже минимальную волну хейта вызвать, чтобы тебе написали сам пидор там в личку. Это же... То есть зачем? То есть какую цель вы преследовали таким образом? На самом деле хейта было значительно больше, чем может показаться. Да ладно? Особенно, когда его стали публиковать каких-то... Я не помню, как назывался этот паблик, но он был ориентирован больше на такую рок-альтернативную музыку, и они как-то постили наши треки в том числе. Я просто не помню, как это назывался. И я помню, что это вызвало... Рок! Да, скорее даже не столько названий. Братан, можно пивка, пожалуйста? Да. Спровоцировало скорее... А где у тебя? Холодоси на кухне? Релиз стал провокативным. Серый, ты можешь? Сейчас интервью продолжается. Серег, ты можешь пивка с кухни? Да-да-да, иди. Продолжай. Релиз был провокативен скорее благодаря своему содержанию, чем благодаря названию. Там не было цели шокировать и вызвать хейт. Нет, подожди, подожди секунду. А хейт этот был, он какого плана был? То есть это было что-то конструктивное или... Нет, это было что-то конструктивное или это был трэш в комментах? Я думаю, что это была просто претензия, связанная с... Чисто с названием. Не с названием, с посылом, с мессенджем от самого релиза. Нас как-то обозначили как абсолютно... Давай, спасибо. Продолжай. Я уже потерял мысль. Давай за трезвость и адекватность в Новосибирске. Почему я спросил об этом? Потому что интересно, с твоей точки зрения, есть ли такие приемы в современной музыке, которые еще могут действительно вывести из себя слушателя, как-то его спровоцировать, как-то, не знаю, свести с ума, что ли, аудиторию? Есть такое? И если такое есть, то какие группы в качестве примера ты бы мог назвать? Я сомневаюсь, что кого-то можно шокировать чем-то в наше время. Почему? Все уже было? Я не знаю, там, метамодерн, эпоха, все очень чувствительные по вопросам, там, я не знаю, заимствования cancel culture. Мне кажется, это не имеет никакого отношения к России. В мире, ну, я не знаю, можно кого-то шокировать неполиткорректностью, но вряд ли в этой части мира. Игор Летов шокировал в свое время, как ты считаешь? Понятия не имею. Ты не слушал его? Никогда. Что хорошего в Short Paris? У группы Short Paris был концерт в продуктовом магазине. Вот этот период группы Short Paris мне очень близок. Чем? Я считаю, что это было оригинально. Но вот до определенного момента мне это казалось очень таким уместным. Это как-то резонировало со мной с точки зрения, наверное, культурного кода в том числе. Это тот случай, когда популярность скорее отталкивает артиста. Как-то это уже становится менее интересным. Что, для тебя популярная музыка сразу нет? Нет, я слушаю много популярной музыки, но я имею в виду, что конкретно в данном случае как-то группа Short Paris потеряла свой шарм для меня. Вот так. Хотя мы выступали в Воронеже, по-моему, на следующий день после их концерта. И, ну, это был один и тот же организатор. Он как-то так рассказал. Мы проходили через такой, знаешь, типичный центральный рынок города с этой архитектурой. И мы там мимо рыбного отдела проходили. Он говорит, тут мы проходили с группой Short Paris. Там чувак сразу заснял рыб, и они это спроецировали. То есть очень много творчества, экспериментов, и это все интегрировано. То есть мне это нравится в людях, мне это нравится в музыке, а мне нравится, когда есть какой-то процесс. То есть тебе нравится наше интервью, потому что ты же понимаешь, что интервью очень как раз-таки такое трэшовое. И я бы не сказал, что это импровизация, потому что я-то готовился к этому интервью. Я не знаю, как ты. Я был рожден для этого интервью. Даже так. Не могу с тобой чокнуться, но давай кулачок хотя бы. Бах. Окей, перейдем к вашему последнему альбому. Какой ужас. Перейдем к вашему последнему альбому. При каких обстоятельствах, при каких обстоятельствах он рождался? В ваших светлых волгоградских головах. Давай так, спрошу. Enjoy the Apocalypse, который... Именно так. Рождался, на самом деле, много лет. Ну, как много. Пару лет, точно. И довольно мучительно, к слову. Почему? Ну, чтобы ты понимал, до этого я полностью написал альбом, который позднее дополняли ребята Антона и Рома, в тот момент наш гитарист в прошлом, который мы не выпустили. По причине? Ну, просто к тому моменту, когда вот у тебя есть 15 песен, ты понимаешь, что типа, да, в общем-то, нет. Это просто не то, что я хочу сделать сейчас. Это получилось, и типа, я сейчас иногда переслушиваю этот демо-материал и думаю, ну, вообще, неплохо. Но просто это не то, что я бы хотел. Вот. После этого был как раз епипидр, и справедливости ради он сделал нас известнее значительно. То есть появилась какая-то обратная связь в соцсетях, у нас увеличить прослушивание на стриминговых платформах. И мы стали думать о том, что может быть дальше. И довольно мучительно все получалось так. Не было какой-то конкретной идеи, о чем должен быть следующий альбом. Мы просто экспериментировали. У нас в тот момент был... сформировался определенный концертный звук. Мы выступали втроем. Как раз это был период, когда мы отказались от живых ударных. И мы думали, что можно с этим сделать с точки зрения вот какого-то... Как это зафиксировать в собственном альбоме и еще где-то. Вот. Получалось мучительно. Отчасти потому, что не было какой-то идеи. После этого мы разъехались. Рома уехал в Москву. Я переехал как раз в Питер. Антон оставался всегда в Волгограде. И это стал уже такой дистанционный процесс. Мы к нему не возвращались где-то полгода. А потом я как-то... Ну, ввиду определенных перемен в моей жизни стал уделять ему больше времени. Во многом я его переделал. Все те песни, что были. И когда начался карантин... Нет, карантин начался уже позже. Когда начался карантин, мы дописали буквально еще 2-3 песни. И вот тогда все встало на свои места. То есть все эти... Я дописал тексты, в том числе, к ряду инструментальных композиций. И все сложилось, в общем-то. Это альбом про конец света, Глеб? Это альбом... Стоит ли воспринимать буквально название этого альбома? Это альбом про субъективное ощущение конца света. Скажем так. То есть вы предсказали конец света, который начался в 20-м году, да? Я думаю, что это отчасти вдохновлено христианской идеей о конце света. И там есть прямые... То есть есть какая-то христианская эскатология, да? Скорее, знаешь... Скажем так, в идейной вот этой основе. Ну, пожалуй, что так, да. И, скорее, содержательно, это что-то близкое к христианскому экзистенциализму, я бы так сказал. Вот. И это про вот собственное ощущение вот этого конца. Его можно интерпретировать буквально, но... Хорошо, тогда из этого вытекает следующий логичный вопрос. А ты верующий человек? Почему ты обратился к этой теме? У меня было строгое религиозное воспитание православное. Но годом к 18-ти я осознал, что, в общем-то, я не верю в Бога. Я не могу назвать себя атеистом. Конкретно в Христа или вообще ни в какого? Я не верю в концепцию Бога, скажем так. Какая-то духовная жизнь у меня все равно присутствует, но я, скорее, могу обозначить какое-то философское верование. То есть у меня есть какая-то моя позиция, которая, в общем-то, предполагает неопределенность, связанность. Можно сказать, что я экзистенциалист мировоззренческий? Это не ответ на вопрос Авери... Ты фаталист. Я не фаталист. Не фаталист. Нет. Я, скорее, сторонник личной ответственности. Ну, в Mortal Kombat играешь, да? А я, кстати, не играю в Mortal Kombat. Давай, давай, да. Тащи телек. На плойке, я думаю, да. Ну да. Какая тебе больше нравится? Наверное, первая. Там больше всего персонажа. Это, кстати, Алекс ворвался в наше интервью. Это, наверное, один из главных готов России. И сразу вопрос насчет Алекса, который я тоже хотел тебе задать. Как так вышло, что вы познакомились и подружились с ним? У нас с Алексом была переписка, когда вышел альбом «Пидор». По-моему, так. И, по-моему, она резко оборвалась. В общем и целом, с тех пор мы больше не общались. А потом мы переехали в Питер. И, по-моему, вот как раз после релиза альбома Алекс позвал нас выступить на своей вечеринке. И мы решили сделать совместный, скажем так, номер. Мы исполнили один трек, где Алекс играл на «Живых ударных». И, в общем-то, мы порепетировали. Получилось так круто, что решили, что стоит продолжить наше сотрудничество, скажем так, на постоянной осмотре. Ну, смотри, «Живые ударные» — это сразу ассоциация. Какой-то рок-н-ролл, да. То есть это ближе вот именно к той самой как раз-таки тривиальной рок-сцене, от которой ты ушел в Волгограде. То есть, как я понял, рок-музыка тебе вообще не близка и не нравится. Правильно? Я бы так не сказал. Я люблю рок-музыку, просто я не хочу ее играть. Ну, раз не хочешь, значит, не любишь. Ну, раз не хочешь, значит, не любишь. Нет, я просто не хочу ее играть. Есть много музыки, которую я люблю, но не хочу ее играть. Я думаю, что контр-пример. Группа «Майн». Так. В прошлом, который камуфляж, да? Дэниел Майер, собственно, «Живые ударные» скорее, они добавляют... А при чем он тут? Потому что он использует «Живые ударные» в своем выступлении. И сольные программы, и сноу-джоп. Ну, не знаю, когда я был на его концерте, он там что-то стучал по тому, но... Ну, по тому, в общем, да. Чтобы это «Живыми ударными» называть полноценно. А что, «Комбикрайс» может быть? Ну, это отвратительно, конечно. Хотя последний и последний сингл мне понравился, да. Последний сингл. Ну, вот этого года последний сингл свежий, когда Энди вернулся к старому звуку, более-менее мне понравился сингл. Я, может быть, не слушал. По-моему, как раз тот период, когда «Комбикрайс»... И тогда ему микрофон только... И у меня руки мокрые. Ну, короче, когда «Комбикрайс» только начали интегрировать «Живые ударные» в свою музыку, когда оставался еще старый звук, старые треки, это было круто. Но когда они перешли на как раз вот этот рок-н-ролльный формат, интегрировав твой гитарой, вот это вот все, это стало, ну, по моему мнению, уже не то. А сначала это было прикольно. Действительно, «Живые ударные» в электронной музыке, они добавляют мощь и... Ну, мы про какие годы говорим? То есть еще году в десятом, в одиннадцатом у них были крутые лайвы, да. Очень крутые. Скорее, да, да. Десятый, одиннадцатый, тринадцатый. Нет, ну тогда да, конечно. Ну, я про это время. Скажи, пожалуйста, есть ли на твой субъективный взгляд какое-то будущее у всей этой музыки, у всей, да, условно, ты понимаешь, о какой я музыке говорю в России? Про темную сцену в России? Да, да, да. Я думаю, у нее есть какое-то прошлое, настоящее, наверное, есть и будущее, чтобы это не значило. О каком будущем мы говорим? Коммерческий успех? Все вообще признание, но волна популярности? Коммерческого успеха, конечно, не будет, на это я не надеюсь, но я имею в виду, что, ну, условно, там, какой-нибудь модный продюсер вдруг заметит одну из групп, вдруг вас, он заметит, обратит внимание на вас, и вы начнете играть где-нибудь там в ионотеки, и на вас будут приходить какие-нибудь, дай бог, чтобы им было 16, 16-летние девочки, этих девочек будет становиться все больше и больше, да. Вот этих девочек будет становиться все больше и больше, они будут все сильнее нанюхать, сильнее обкупать, их будет все больше. И вот через два года там этих девочек уже будет 3000 на вашем концерте. Но вдруг такая ситуация случится? Это ведь вполне возможно. Ведь Шот Парис, о которых ты упомянул ранее, они ведь тоже вышли из андеграунда. Я не до конца помню, в чем-то вопрос. Возможно ли такое, что мы станем популярным? Я не знаю. И, честно говоря, нет такой задачи. Я не вижу для этого предпосылок, потому что, как мне кажется, возможно, содержательно. Для того, чтобы стать популярным, тебе нужно быть, возможно, не то что добрее, но скорее безопаснее. Вот так скажем. Безопаснее для кого? Заигрывание с темной эстетикой в популярной музыке при великое множество. И как-то с точки зрения даже, возможно, какой-то новой более хипстерской волны такой независимой музыки, где все это около постпанка. Но я думаю, что музыка, которая создает ощущение, субъективное ощущение небезопасности, она не может быть массовой. Это скорее что-то, что очень резонирует с тобой в этот момент времени, но... Небезопасность. Что значит небезопасность? То есть Тренд Трэзнер был безопасен для американского общества? Тренд Трэзнер — это поп-музыка. Это популярная музыка. Он абсолютно безопасен как раз. А кто тогда небезопасен? Джиджи Аллен небезопасен или кто? А, Джиджи... Небезопасен в том смысле, что после его концерта ты будешь невкусно пахнуть. Он очень хорош. Это правда. Нет, я скорее говорю о... Скажем так, когда ты делаешь более популярную музыку, ты, очевидно, больше ориентирован на то, что ты будешь нравиться, тебя будут слушать и так далее. Когда музыка более, скажем так, эгоистична, и ты в большей степени сосредоточен на том, чтобы воспроизвести то, что у тебя есть в голове, придать этому какую-то фактическую форму, ты, как правило, не думаешь о том, насколько это прилизано, будут ли это слушать в моменте. Что, к слову, плохо для музыкального артиста, если ты себя так позиционируешь, тебе надо думать о том, что будут чувствовать, думать другие люди. Но вот этот поток, я думаю, что, грубо говоря, с тем багажом музыки, который у нас есть сейчас, вряд ли. Вот тот сценарий, который я описал, это очень маловероятно. Просто потому, что, наверное, где-то это недружелюбно с точки зрения сведения, посыла, месседжа, шероховатостей. А с точки зрения того, что мы делаем сейчас, я думаю, что это может быть интересно. Мы работаем над новым EP. Это продолжение нашего такого EP-сериала «Ну да». И Алекс с вами, да? Алекс принимает участие в записи, да. Мы как раз сейчас, поскольку концерты отменились, мы возвращаемся более активно к студийной работе, записи ударных в том числе. Вот. Это может быть интересно, но для очень определенного круга людей, как мне кажется. И, строго говоря, может быть, что-то такое произойдет каким-то странным образом, но мы просто не думаем об этом. Я думаю, что если ты, в общем-то, не ставишь перед собой цель стать популярным и делаешь музыку так, исходя из того, что тебе нравится в моменте, скорее всего, ты понижаешь свои шансы на популярность, как мне кажется. Окей. Что ты чувствуешь как артист и как музыкант, и, пожалуй, как человек, который немножко больше понимает по сравнению с другими людьми? И вот все те негативные тенденции, процессы, которые происходят с 20-го года, да, и которые в каком-то смысле можно назвать концом света, все это будет продолжаться, тем более как врач. Вот я бы хотел спросить. Это все будет продолжаться? О каких процессах мы говорим? Очевидно, о каких? О каких? Экономика? Локдауны? Ну, конечно. Конечно, конечно. Я думаю, что с нами это навсегда. В том или ином виде это навсегда. Мне так кажется. Ты думаешь или ты уверен в этом? Я не могу быть не уверен ни в чем. Но есть определенная уверенность, что это навсегда. Ну, есть предпосылки определенные, да. Если мы говорим там о результатах вакцинации в мире в целом и то, что происходит с вирусом, с высокой долей вероятности, это еще закончится, мягко говоря, не скоро. Посмотрим. Твоя профессия, она как-то тебя вдохновляет на творчество? Скорее нет, чем да. В том смысле, что в моей работе можно смотреть на нее с какой-то эстетической позиции. И это может быть полезно. Но скорее меня вдохновляет на творчество то, что я испытываю сам в разных аспектах своей жизни. Я не могу сказать, что это касается только работы или там какой-то моей личной жизни или каких-то глобальных событий. Это что-то такое процессуальное, что происходит исторически с тобой. Какие-то такие вещи. Я думаю, это в большей степени какая-то моя рефлексия, мои наблюдения. И даже если фигурирует тема какой-то болезненности, это не имеет прямого отношения к моей работе и к моему профессиональному мнению. Но если ты позволишь, то я свои пять копеек по этому поводу вставлю. Так. Вот с чего я начал интервью, я надеюсь, ты помнишь. У меня был определенный план интервью. Вот мы его сейчас прошли весь. И в начале интервью я спрашивал у тебя про субкультуры, да? Про то, как ты видишь, про то, как ты чувствуешь. И вот говоря об этом, и почему я вообще об этом спрашивал, потому что я считаю, что не бывает дыма без огня, Глеб. И то, что вот эта субкультура когда-то появилась, это, наверное, неспроста. Неспроста это так случилось, что огромное количество, и я был на всех этих крупнейших европейских фестивалях готических, и то, что огромное количество взрослых, то есть это были не подростки, это были не дети, огромное количество взрослых людей, европейцев, стали слушать и создавать эту музыку. Примкнули к этой субкультуре, стали вкладывать в нее деньги, появились лейблы, появились какие-то промо-агентства, появились фестивали и так далее, и так далее, и так далее. Ведь это все неспроста. И, как мне кажется, вот эта субкультура, которая появилась в конце 70-х, 80-е годы прошлого столетия, не кажется ли тебе, что это такая саморефлексия своего рода, саморефлексия европейского общества, как реакция на Вторую мировую войну, на все те ужасы, которые произошли в 20-м веке, на все те кровопролитные, бесчеловечные, несправедливые события, явления. То, что, вот, мне, допустим, очень не понравилось, да, вот я говорю откровенно, мне очень не понравилось, когда я читал интервью с Элдричем, и когда Элдрич сказал, что, ой, это не про меня, ой, до свидания, там, я не читаю себя Готом и так далее. То есть ты всю жизнь творишь в этом ключе, ты всю жизнь занимаешься этой музыкой, ты всю жизнь занимаешься этой эстетикой, а потом ты такой говоришь, ой, а это все не про меня, это все как-то случайно, я вот как-то, как-то случайно, как-то вот так вышло, что я об этом сказал именно в таком ключе, но ведь, наверное, это все неспроста. И для тебя, как для артиста и как для музыканта, ведь важно высказаться именно так. Вопрос заключается в том, когда ты почувствовал, и почему ты это почувствовал, что тебя тянет вот на эту условно мрачную, условно готичную, там, готишную, какую-то апокалиптическую эстетику, да. Почему? Вот ты можешь ответить, ты же психотерапевт, ты же наверняка пытался вот в себе копаться, то есть в любом случае ты пытался это понять для себя хотя бы, почему? Я думаю, что это все несостоятельные интерпретации в конечном счете. Почему? Это касается не только музыки, это касается не только эстетики. Безусловно, безусловно. Я думаю, что я с довольным детского, наверное, даже возраста ощущаю некоторую заброшенность, так скажем. И это не связано с каким-то травматическим опытом и так далее. Это какая-то, скорее, базовая оптика, которая у меня есть. Это то, как я смотрю на мир. Я вижу какие-то противоречия, и, скорее, это с детства. Меня, в принципе, всегда интересовало что-то такое, даже не столько мрачное, сколько неопределенное. Вот так. Неопределенное в каком смысле? Неопределенное в глобальном, скорее, смысле. Не человеческое? Что-то... Сначала это более мистический интерес. Я повторюсь, у меня религиозное воспитание. Наверное, тоже как-то на меня повлияло. Но, в общем и целом, я испытываю к этому интерес, потому что это резонирует с моим мироощущением. И оно у меня, возможно, врожденное, к слову. Окей, какие планы у твоего проекта на ближайшие года-полтора? Мы продолжаем работу над нашим новым EP. Возможно, из этого, кстати, получится и альбом. Сложно пока сказать. Это продолжение нашего EP-сериала «Нуда». Мы планируем выпустить его, наверное, в начале следующего года. 15 ноября у нас выйдет сингл. С одним из треков с этого релиза. Сложно сказать, что будет происходить с концертной деятельностью сейчас. Вот у нас, получается, отменились наши концертные мероприятия. Соответственно... Ну, не только у вас, у всех. У всех, да. Возможно, у нас будет онлайн-концерт. Возможно, у нас будут онлайн-концерты. Мы думаем об этом. Пока не совсем ясно, в каком формате и как. Но какая-то активность будет. Насколько я ответил на твой вопрос? Более чем. Расскажи тем, кто будет смотреть это замечательное интервью, вкратце, как мы вообще с тобой познакомились. Я оставил это вот как десерт. Это великолепная история о том, как лучшие люди на постиндустриальной сцене встречают друг друга. Я не только про нас с тобой сейчас говорю. Я быдлогопник из Северодвинска. Шапки 228. Я очень приятный мужчина из города Волгограда. Собственно, мы с тобой оба находились в чате Сергея. Сергея Холокодера. Еще раз привет. Привет, Сергей. Сергей, да. И это... Бита в руках изувера. Это тиндер для постиндустриальной сцены был. Вот. Я работал как психиатр. На освидетельстве мы катались по всей стране. Одним из городов, в котором я работал, был город Северодвинск. И как-то я отметился об этом в чате. Мне написал ты. И моя жизнь изменилась навсегда. Это прекрасно. Я думаю, что на этом интервью можно было бы закончить. Но у меня есть краткий близ для Глеба. Три твоих любимых электронных проекта из России. Можешь назвать? Нет. Три твоих любимых электронных проекта, скажем так, западных. Из Европы, из США, неважно. Александр Пистолетов. Альбина Сексова. Немси Криминал Интеллектуал. Нет, я просто выбираю. Как-то это же меняющийся. Группа Ибанько. Группа Ибанько, да, да, да. Можно проходить. Это так и задумано. Кстати, Мат появился в интервью. Так он и появлялся до этого. Ну, я не помню Мат. Три моих любимых электронных проекта. Пойдем. Ты знаешь, я не знаю. Я не могу сказать, у меня нет такой метрики любимые проекты. Это так не работает. Но ты как настоящий индустриальщик рассуждаешь. А я не настоящий индустриальщик. Ну как, это же у Genesis и Пиорид же был этот альбом. 20 там что-то главных джаз-хитов, где они обстебали всю эту тему. Поэтому вполне в индустриальном ключе. Нет трех любимых электронных проектах. Хорошо, три любимых трека Дипишмод. Упростим максимально. Давай. Я думаю, это было прекрасное интервью. Мне оно очень понравилось и ставило позитивный вайп. Спасибо всем, кто его посмотрит. Это был Глеб. Это был Сергей. До скорых встреч. Ниньш факен нейлс.